Здравствуйте! В Крае был создан комитет по защите прав тех, кто пострадал от большой воды. Он был создан 13 сентября. Почему 13 сентября, а не раньше, когда только объявили ЧАЭС? Ну, 13 сентября, скажем так, 13 сентября мы его создали из-за того, что просто с нашими знакомыми, друзьями случилась беда, скажем так, утонули тоже. И на этом основании мы столкнулись с различными вопросами по решению этих проблем. И для этого мы организовали комитет по взаимодействию с людьми, потому что мы столкнулись с небольшими, скажем так, волокитами, где сейчас на данный момент люди нам обращаются с такими же проблемами, которые мы помогаем им решить. А волокиты где? С чем? В основном, начиная от консультационного момента, то есть люди даже элементарно не знают, куда обратиться, люди не знают, куда идти, люди не знают, как заполнить, кому подойти, кому обратиться. То есть начинают помощь такой, скажем так, заканчивая тем, что помогаем своими экспертами ходить, начинают, сфотографировали здание, которое, допустим, утонуло, и наши эксперты уже смотрят, как оценивается, скажем так, вся эта ситуация. А сколько человек уже обратилось, начиная с 13 сентября? Начиная с 13 сентября, ну, офис у нас открылся с понедельника, скажем так, заработал, на данный момент обратилось порядка, за сегодняшний день обратилось порядка 30 человек. Это сегодня, а вообще с 13 сентября? Да. До этого, по мере продвижения, скажем так, как люди начали узнавать о нас, приходило 5-6 человек в день. С чем приходят? В основном приходят с документальными, опять же, проблемами, волокитами, куда люди не знают, куда обратиться, куда пойти. И сейчас, на данный момент, приходят люди о выплатах, о проблемах выплат. Сталкиваются люди, сталкиваются проблемы, приходят, допустим, тоже с еврейки к нам очень много обращаются. Люди имеют там дачные участки, но проживают в Хабаровске. Как им получать все эти выплаты? Приходят люди с тем, кто был не прописан, тоже, что им делать для этого нужно. Приходят, спрашивают, что нам делать, если мы уехали из дома, как нам оплачивать жилищно-коммунальное хозяйство, услуги, ну и тому подобные проблемы. Кто входит в состав этого движения? В состав нашего движения входят специалисты жилищно-коммунального хозяйства, специалисты технические, строители, юристы. Штат юристов у нас это основное, потому что у нас в основном все проблемы возникают с бумагами. Даже у нас есть один доктор наук, юридических наук, и в основном все вот экономисты. И даже сейчас мы уже задумываемся о том, чтобы завести психолога, для того, чтобы людям как-то, скажем, успокаивать. Потому что, когда люди уже приходят, не увидели комиссию, обращалась нам, допустим, вот недавно бабушка, 79 лет, и она сидела дома ждала, ушла, вышла, посмотрела, комиссия пришла, не пришла. Вроде как сказали соседи, что она пошла по соседней улице. Она быстренько туда побежала, в итоге их не нашла. Ну и, как бы, вот такие вот организационные моменты, скажем так, очень люди, ну, скажем так, психологически маленько воздействуют. Поэтому, вот, уже думались даже, как бы, об этом. Вот мы для этого, как бы, и создались для того, чтобы быть взаимодействием между народом и органами, чтобы все вот эти вот моменты утрясти. Многие дела наверняка дойдут до суда. Вы до конца будете сопровождать? Мы будем до конца полностью сопровождать, потому что, если задачу поставили, надо ее решить обязательно. Ну, надеюсь, что до судов не будет доходить. Но юристы подготавливают на нашем сайте, который мы открыли в этот же день. Там у нас будет очень много информации. Мы собираем там каждый день информацию с различных СМИ, интересную для людей. И законопроекты различные, начиная от постановления президента и заканчивая законодательными местными органами власти. Удалось уже кому-то помочь? Да, уже, еще вот, кстати, забыл сказать про то, что по взаимодействию с людьми, вот некоторые утонули, да, к нам обращаются предприниматели тоже, которые готовы содействовать людям. То есть, не то, что материально, у кого-то дорога до своего дома утонула, скажем так, он к нам обратился. И у нас есть предприниматель, который готов это все сделать. И он за свой счет, грубо говоря, делает... Да, вот сейчас вот пример есть, яркий у нас, вот буквально скоро начнется, там сейчас вода уже сходит практически, начнет строительство дороги вот такой вот. То есть, помощь вплоть от, ну, стараемся вот так вот сводить людей, скажем так. Кроме дороги, какую еще помощь могут оказаться? Сейчас к нам, ну, обращаются с многими, вплоть до того, что приходят люди, говорят, у меня есть гвозди, давайте, может быть, где-то там надо, какие-то материалы мы дадим. То есть, вот таким образом. С каким уже удалось помочь? На данный момент, если просто как бы, как консультации, многих помогли, сказали, как обратиться, это помогло людям. Тем, кому более глобальная помощь нужна, вот в плане, как где-то вот организовать, то тут вопрос, это не одного дня, он идет постепенно. Мы это все сопровождаем, помогаем людям и созваниваемся, ведем беседу с этими людьми, работу ведем. Помощь, она все-таки бесплатная? Бесплатная абсолютно для людей. Абсолютно бесплатная. Это мы все организовали за свой счет. Это граждане, которые у нас живут в Хабаровске, скажем так, которые небезразличны все это. И есть определенные возможности, у кого юридические, скажем так, у кого строительные. Поэтому люди, они помогать как бы готовы, у них есть возможности, почему бы ее не использовать. Люди, которые проживали в потопленных районах или затопленных, но не были там прописаны, вот им на что? Вообще можно на что-то рассчитывать? Можно рассчитывать. Это надо людей, которые с ними рядом проживали, рядом находились. То есть они могут подтвердить их проживание, скажем так, в этом доме, написать заявление и ущерб будет возмещен. Подтвердили. То есть они должны вместе прийти в некий отдел? Ну да. Или написать? Я думаю, нет, лучше в письменном виде подтвердить. Да. Как долго будет существовать этот комитет? Мы назвались по чрезвычайным ситуациям, скажем так, идея-то нас подвигла, то есть наводнение наше 2013 года, это, скажем так, наша была основная, скажем так, идея изначально создания нашего комитета. Но в дальнейшем мы передумали об этом, то есть у нас чрезвычайной ситуации довольно бывает много, те же лесные пожары. Мы решили это ставить как проект, скажем так, и мы будем продолжать дальше работать. И в дальнейшем, надеюсь, что не будет у нас чрезвычайной ситуации так много, но мы будем постоянно работать. Люди уже все готовы, всем это понравилось. Это для, с одной стороны, определенный опыт тоже в таких действиях, и для нас, и для людей тоже. Я думаю, мы будем существовать долго. Такие же комитеты есть в еврейской автономии? Мы сейчас создаем филиал в еврейской автономной области и по Хабаровскому краю. Буквально вчера мы уже разговаривали с людьми, в Комсомольске поддержали нас, в Амурске поддержали, в Николаевске на Амуре поддержали. Планируются выезды в ближайшие несколько дней, и мы там тоже будем с людьми беседу вести. У нас подготавливаем сейчас листовки, буквально сегодня уже был дизайн готов, скоро напечатается. С той информацией, куда людям идти, в случае написать, обратиться, куда идти. То есть полностью буклет, скажем так, создадим для памятка, для людей, которые будут розданы людям, где скопление происходит, людей, пострадавших АЧС. И размещено на улицах, где непосредственно было самоочередчайное ситуацию. То есть основное, самое элементарное. Да, да. То есть мы будем помогать, то есть мы все это разложим людям, покажем. Если у людей будут вопросы, они к нам звонят, обращаются, мы с удовольствием будем с ними работать. Сейчас во сколько человек там находится? На данный момент находится там, непосредственно занимается всем действием у нас порядка 21 человека. Непосредственно на офисе сидит у нас 3 человека. Сначала офис был небольшой, но после сегодняшнего дня мы посмотрели, что очень людей много идет. И мы договорились, расширились, буквально в 4 раза больше стали. То есть не исключено, что вы еще поменяете офис, потому что... Ну, соседнее, скажем так, помещение, мы уже договорились, уже расширяем. Уже через 2 дня у нас будет офис еще в 4 раза больше. На том же месте. Если будет больше, значит и специалистов нужно больше привлекать? Да. Кого будет привлекать? Они уже привлекли, у нас уже в основном это работники тех же университетов, много очень помогают. То есть тех же юридических строителей. Не студенты, это больше аспиранты, это уже больше преподаватели. То есть у нас, потому что в наш комитет входит, опять же, преподаватель, скажем так, с опытом, который уже доцент, профессура. И привлекаются таким образом людей, которые хотят получить и практику для себя, и помочь людям. Есть ли у кого-то будет желание тоже войти в состав? Мы только за двумя руками. Очень будем приветствовать, и это будет нам в помощь. Нужно только юриста? Нет, я думаю, тут нужны в принципе и специалисты. Я же говорю, тут уже даже сегодня, вплоть до психолога уже решили, что надо садить с людьми, разговаривать, успокаивать. Бабушке очень сложно объяснить, которой 79 лет, что вот здесь так, здесь так. Она очень тяжело, близко к сердцу все это принимает, и поэтому необходима помощь профессионалов. Люди должны именно в ваш прийти в офис, или вы можете выехать куда-то на месте? Мы можем выехать без проблем. У нас вот для этого и существует телефон наш, офис, и у нас есть интернет-сайт еще, где у нас есть интернет-приемная, назовем ее так, где можно оставить свои данные, написать фамилию, имя отчества, проживание и суть вопроса. И мы обязательно перезвоним, обязательно разберемся, в чем проблема, и будем как-то помогать, содействовать. Спасибо. Спасибо.